смотрите офигенно это не вандализм это просто эти маляры сделали а вот рядом здесь будка электропередач рядом дом интересно поинтересоваться и здоровьем как они здоровятся а где-то может установили вышку с этого вышка я видел одном месте я хочу спросить у них они меня сейчас пошлут нет война против советской россии да смотрит телевизор смотрит Если у вас сын, у вас внук, кто вырастет, скажет, я патриот, я с оружием, вы будете его отговаривать? Нет, конечно. А кто должен воевать? Бабы? Кто воевать? Бабы должны воевать? Бабы должны воевать? Нет, не должны, только мужчины. А мужчины еще вырастают? Почему? Если ты с парнем не сходишь, прыгать не имеешь, бегать не имеешь, столько художников, столько тебе, если он, под тебя какой, воин-то? Ну, я потягиваю 20 раз. Если мужчина не больно, он не мужчина. Он не мужчина, да? Он не мужчина. А знаете, а вот представьте, а представьте, если пуля разрывная в лицо попадет? Ну и что? Так надо, чтобы кому-то попало, а не тебе. А зачем простому человеку? А вы знаете, что воины устраивают кучку банкиров и политиканов? Он все этим своим будут устраивать. Ну, вы еще. Зачем� прав своего сына на войну отправлять, зачем своего сына на войну отправлять, что на pricinggt attack? Пусть политиканы и те, те иди бегут по войну. Кого отправлять? Да они не музыканы? Они не сыновьями и не пойдут. Нет. Они не пойдут. А они не сыновьями? Они нас на убой поведут. Нет они не сыновья будут? Они. Они не идут. Нет, но они. Кто они? Мужчины. Есть простые люди, мы. А есть Kenny с方面 népравит. Так. Может то они выбрали? мы их выбрали я ходил на демонстрацию я не матерюсь я ходил на демонстрацию не кричал вы говорите со мной на 3 у меня сразу убьют вы не а значит я устраиваюсь а ты собираешь а почему ты со мной на 3 у меня вновь такой ну извини пожалуйста я могу с тобой ловлю просто просто скажите главное быть мужчина она главная а женщина кто а женщина тоже должна возить aligned следующий у нас он не хочет родить управление правом Конечно. Но это не значит, что она женщина. Понимаешь? Это её право. И червяк ползается в голове, это его право. Лучше быть не мужчиной, не женщиной, а не быть биороботом. Если вам скажут, иди сами отдыхайте, если вам скажут на войну сына, подумай, скажите, что пусть вы со своего сына отправляете на войну, ему пуля разрывная в лицо прилетит и будет урод, изуродованная. И вы будете видеть это. И вы будете видеть это. Никогда не отправляйте своего сына. Расскажите всем это. Антивоенная пропаганда должна быть. Иди ты. Просто слов нет. Разрывная пуля в лицо попадёт. Ты думай своей головой. Думай своей головой. Разрывная пуля в лицо попадёт. Какая разница, сколько там отжимается. Тупица, блин. Это капец. Это просто поразительно, блин. Я больше не могу это слушать. Разрывная пуля в лицо попадёт, ей пофиг. Я один беспокоюсь о нашем подрастающем поколении. Просто поразительно, блин. Это просто кошмар, блин. Сколько же можно? Она считает, что мужчина должен идти на войну. С какого чёрта он должен идти убивать простых людей, которые не хотят убивать? Нормальный человек, он не хочет никого убивать. Он по приказу кучки банкиров, заговорщиков и политиканов идёт ради их наживы. Пропаганда. Посмотрите, алкомаркет повсюду. Видели, как они хамски разговаривают? Когда я в Таиланде был, со мной никто так хамски не разговаривал. Ну, один леди бой разговаривал так, потому что он привык, наверное. Ну, я не держу на него зла, я толерантный. Смотрите. Один леди бой, я просто с ним пообщаться решил. Вы отправите своего сына на войну, если будет? Ну, они могут на войну отправиться по приказу Путина. Смотрите, алкомаркет. Он наживается, наживается. Смотрите, наживается, наживается, наживается. Там, смотрите, рядом детский серебряный шар. Детская одежда, серебряный шар. Смотрите, бомбануло называется. Ликвидация товара. Там, смотрите, пивной отдел. Там дальше банк пива. Сами можете пройти, посмотреть. Сейчас я покажу вам лично, если вы не верите. Чёрт возьми, с кем я разговариваю? Это как будто бы реально какой-то неживой мир. Они... Чё они несут, блин? Господи, что это за мир? Я не могу. Я схожу с ума. Мне нужно принять таблетки. Такие красивые цветы. Я помню, в детстве любил цветы. Ну, просто выращивать. Смотрите, пивной причал. Вон, в одном и том же доме, где я жил. Пивной причал. Выгодная цена. Всё. Испортили символ мельницы моей любимой. Для меня символ мельницы это нечто другое. Это символ работы. Символ вечного генератора. Я мечтаю, чтобы сделали вечный генератор. Они отправляли на войну. Не сетчатку глаз брали. Скан и отпечатки пальцев. Смотрите, вот как было, так и осталось. Охреневшая. Вы слышали, что говорит? Типа, мужчина, он должен идти на войну. А женщина, она ничего не должна. А если она не хочет рожать, она мразь говорит. Мне лучше у меня не спрашивать. Она сразу на собаку меня натравит. Вот, смотрите, это не вандализм. Господи, в каком я мире вырос. А раньше я в детстве был счастлив, хоть. Но не всегда, конечно. Смотрите, банк Бир. Вот, следующий дом, банк Бир. Вон, смотрите, какие прекрасные виды. Вон, банк Бир. Магазин развив напитка. Головное свержение цен. Мы открылись. Просто замечательно. Золотая цепь вон. Смотри, это мир капитализма. Вон, смотри, вышка стоит наверху. Излучение. Видишь? Излучающая вышка. Вон, излучающая вышка. Даже не с кем поговорить об этом. С кем бы поговорить об этом? Вон, пошел пиво покупать. Ай, блин. Давай посмотрим, что тут. Какой пиво купит. Смотрите, Сбербанк. Если я сейчас скажу кому-нибудь про излучающую вышку, надо мной просто посмеются. А эта вышка меня, впрочем, портит здоровье детей. Вот, излучающая вышка. Короче, я просто не могу. Меня измотал разговор с этими двумя жилыми женщинами. Мне просто стыдно, плохо, тяжело. Можно такой вопрос? Если вашего внука пряжелут или сына на войну, вы отправились? Смотря какая война, если защищать пить, то конечно. Нет, если нападать. Что-то мне вообще плохо стало. Мне нужно таплетки принять. Смотрите, вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Не вандализм. Не вандализм. Не вандализм. Не вандализм. Ай, блин. Вот это фиг знает что, но за это никто никого не накажет. когда и бабушки блин воспитали пушечное мясо которое отправят на войну они воспитали же девушек и девушек и парней которые девушки которые не будут рожать или родят хрен знает толку что не пивной печал он все вот это вот тусуются там везде курят пьют а мужчины не пойду а мужчин бросил расход пусть а вот и все куриц стоит куриц стоит куриц стоит смотри зато работа у нее есть она не бездельница они бездельница это я бездельник они считают меня сумасшедшим они поэтому я сказал не разговаривай с ним не разговаривай с ним табата вторая хоть поумнее было реально посмотри посмотри пиво да там изображен настоящий а в будущем будет чип задницу вставят тебе и там будет написано чип задницы это настоящий мужик а тот кто не вставил тот не настоящий мужик понимаешь водка не будут рассуждать здесь я мог разрисовать пейзажами думаю это нафиг не надо бездарно это вывеска пиво здесь разливное такая хрень вот смотри баррикады смотри какой он фигевший он всю стену занял я бы мог разрисовать на этой системе что-то прекрасное для ребятишек смейки жуткие деревья смотри around не вандализм вот это не вандализм это не вода лизм это не вандализм что я рисую все что я делал черт возьми я я принял только одну таблетку с утра вот просыпал не нужно я рисовал с утра мне нужно смотри мои мои вот эти вот штуки которые сделаны до сих пор стоят там в детстве я сделал, соорудил созидательно для сушки белья. А если женщины перестали рожать? А вот вы считаете, что война это просто, какие-то люди обращаются на это? Я говорю в такой ситуации, что до этого доходят. Да-да-да, я об этом и говорю. Так что не надо поправлять на войну, желательно избежать, потому что это всё выданное этим бампирам, этим искусством. Хоть кто-то со мной согласен. Пойду к тому я приму таблеток. Посмотри, посмотри на это, посмотри на это. Здесь раньше горка была, сейчас тут ничего нет. Это похоже на фильм «Оно» или «Она», где она из проруби вылазила. Смотри на это, смотри на всё это. Меня считают сумасшедшим. Смотри на эти деревья. Вот что интересно, они говорят, что девушки должны рожать, это они говорят, вот эти вот взрослые, а мужчины воевать. Представляешь? Только весь прикол в том, что женщины не хотят, они хотят, они нифига не, они рожают, да, но, как бы, знаешь, там есть кое-какой нюанс, который нельзя говорить. Они-то рожают. Только знаешь, от кого они рожают? От орд-алкашей, всяких наркоманов и прочего. Потому что они простых людей, вот, как вот эта вот бабка сказала мне, ты всего лишь художник, там, не умеешь подтягиваться, отжиматься, значит, ты не мужик. Вот от таких они не хотят рожать. И эта бабка сказала бы своей дочери, он всего лишь художник, он не умеет подтягиваться, отжиматься. Только ты говоришь, что ты художник, ты сразу уязвимый, они сразу гадость к ним говорят. Они не знают даже, что я подтягиваюсь, больше, чем ее сыновья вместе взятые, больше, чем кто-либо вместе взятый, нафиг. Отжимаюсь, ходил в тренировки постоянно раньше. Сейчас я могу подтянуться дофига, раз. Причем без дрыганий, я на стриме подтягивался. Короче, она бы сказала своей дочери, что с таким не уводись. Она бы связалась с алкашом, который бы бил ее и сидел бы там на жопе ровно. Вот и все. Пошли вы все нафиг, блин. Мне нужно принять таблетку, успокоиться. Ну, я и так спокоен, но просто... Ой, господи, ну что это за мир? Господи, зачем я к ним подошел? Они... Вместо... Здесь реально вот люди не могут нормально разговаривать. С ними негатив переходит постоянно. Они... Ну, не знаю, может я сам виноват. Я просто больной человек. Смотрите. Элемент современного искусства и... Все это современное искусство. Проклятые эти банки. Проклятые. Что здесь? Здесь что-то не висит объявление о том, что она не работает. Это кафе в период карантина. Знаешь почему? Потому что глава этого кафе живет за рубежом и он... Просто... Ему просто в кофе вообще на нас. Он деньги срубает. А то, что люди, дети здесь страдают. Дети страдают, мы даже говорили. Боже, смотри. Удавные шубы купить. Смотри, охрана. Наслужил охрану, блин. Офигенная работа. Охранять только вот от кого, блин. От кого охранять? От кого охранять? Смотри. Шубы, блин, они хотят. Я художник. Да, я ничтожество, по мнению этой бабки. Вот, магазин не работает даже. А это? А этот клуб проклятый работает. Я ничтожество, по мнению этой бабки. Хотя я подтягиваюсь дофига раз. Считает меня сумасшедшим и все такое, блин. Что-то считает, что женщина должна рожать, блин. А ты можешь ей хоть сказать, что-то она рожала, нормальных детей? Нет? Чтобы она не развалила семью? Нет? Не можешь сказать? Нет. Просто скажешь, проваливай отсюда. Ай, блин, что-то мне хреново очень стало после разговора с меня. Очень плохо.